Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем с вами интереснейшую, на мой взгляд, тему существования фермерского хозяйства в России. И выживание. И выживание, да, мне подсказывает мой сегодняшний гость. Ну, вообще, изначально идея программы «Бизнес-класс» заключается в том, что мы обсуждаем возможность того или иного бизнеса в России. И, в принципе, насколько это может существовать. И, естественно, приглашаем ярких представителей того или иного отрасли. Они рассказывают о своем бизнесе непосредственно. Вот сегодня у нас в гостях в студии Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства «Подворье Лукино». Добрый вечер, Женя, еще раз. Добрый вечер. А с нами чуть позже включится, значит, выйдет на связь по телефону Данил Каганович, директор системы эко-сертификации фермерского проекта «Лавка-лавка». Ну, его мы услышим позже. Я, прежде чем мы начнем непосредственно разговор о фермерском хозяйстве, ну и, собственно, разговор с Женей, вот, посмотрю основные события, какие происходят в мире. Ну, все то же самое, вот, рубль падает, Медведев уволил главу Росреестра, кстати. Как ты к этому относишься, Жень? К главе или к Медведеву? Ну, я не знаю вообще к этой новости. Я, собственно, не случайно сейчас пытаюсь зацепиться за какое-то интересное событие, потому что очень часто, на первый взгляд, абсолютно, да, не касающиеся вот нашей обычной жизни, ну, в частности, вот бизнес, о котором мы сейчас начнем вести речь, на первый взгляд, абсолютно не касающиеся события, как-то опосредственно раз и повлияло. Глава Росреестра, вроде бы ты никакого отношения не имеешь к этому, да, а потом окажется, что, оказывается, это тот самый реестр, в котором записано твое фермерское хозяйство. Поголовье перечислено. Поголовье перечислено, во-во-во-во. А поскольку сейчас новый глава придет, представляешь, и все, вот оно как. Ну, ладно, надеюсь, что так не случится, давай мы с тобой поговорим, ну, два слова буквально, да, о себе, о своем бизнесе, как все это дело родилось у тебя? Ну, в двух словах не получится, но постараюсь. Хорошо, у нас целый час эфира, начинай. В 2009 году Поголовье Локенова появилось. В 2009, то есть тебе уже сколько? Три года. С первого ноября будет три года, хотя реально мы день рождения празднуем 14 сентября, день освещения хозяйства. О, как, молодцы. Да, 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 осветили. Осветили. Хозяйство, смотря с чем сравнивать, ну, по моим меркам, оно небольшое, ближе, наверное, к семейному хозяйствованию. 50 голов молочного стада без перспектив какого-либо увеличения, это наш предел. Вы сами себе определили этот предел? Да, да, да. Это то, что мы можем охватить без каких-то технологических дополнительных решений и без дополнительного внимания со стороны органов и людей, вообще работающих у нас. Об органах сейчас о каких ты идешь речь? Органов, проверяющих. 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 Вот, сегодня обязательно об этом поговорим. Да. Любой бизнес, это прежде всего, да? Это прежде всего проверка. Да, да, да. Набшивость. Вот, соответственно, компетентность. Что ты тут затеял? Ну-ка, давай, да? А подать сюда ляпкино-тяпкино, как говорили известно. Теперь по борщову. Ну, вот, значит, помимо коров у нас достаточно большое поголовье для нашего хозяйства, там почти 400 баранов и овец. Козы, порядка 40 штук дойных. Козликов очень много мясных, ну и птичка. У нас очень активно развивается сейчас кулинария на собственных продуктах и агротуризм. То есть люди приезжают, смотрят. У нас, то есть непосредственно у тебя вот в подворье? Да, да. Я говорю у нас, потому что мы коллектив, который там работает. Себя никогда не ассоциировал как единого управляющего владельца и производителя. А что это за коллектив, Жень? Это твои родственники, друзья, близкие? Ну, знаете, наверное, это больше друзья, потому что это знакомыми уже вряд ли можно назвать, а люди, которые там два года проработали. Но они как очутились вот в этой компании? Вы вместе в школе учились, в армии служили? Нет, нет, нет. Я именно говорю о тех людях, которые работают непосредственно на ферме. Те, кто учился со мной, они пока до сих пор изумленно пожимают плечами и думают, как туда занесло. Я думаю, неизумленно они пожимают плечами, они, ну так честно, положа руку на сердце, они, наверное, тебя считают несколько как бы это мягче. Это было два года назад, они считали неадекватным человеком. И такой, ну, сейчас побалуются. Пальцем у виска они там, да? А сейчас, нет, сейчас интересно. То есть люди, как так? Ну, это как на импланетянина немножко. Да-да-да, вот-вот-вот. Или как на Гагарина. О, класс, молодец, попер, супер. А те люди, которые у нас работают, это разношерстная публика. У нас из Украины много людей, те, которых я знаю еще по детству. То есть они не родственники, с одной стороны, но и не чужие люди. То есть я приглашал, знал, что в Украине еще хоть как-то там где-то вдалеке, в памяти остались те воспоминания, что такое корова, как ее доить. Вот, а тут еще и слава богу. Слушай, а в России не осталось в памяти уже? Не, не остались. Но не очень глубоко, видимо. Где-то эти знания либо очень глубоко и спрятаны под ворохом текущих переживаний, да? Ярких впечатлений. Либо же, если человек действительно хочет и умеет работать, у него он уже давно нашел себя где-то в бизнесе, может быть, не в сельскохозяйственном, а в любом другом прикладном. Ну, в меньшей степени, я так представляю, это может меня поправить, в меньшей степени сейчас молодой человек, ну, получивший, может, образование или подумывающий об этом, в меньшей степени он смотрит именно в колхоз, ну, я имею в виду, на землю, да? А в меньшей, если как, в удельном отношении, конечно, меньше. Меньшей, да. Ну, я имею в виду, чем заняться? Помнишь, как у классика, да? Кем мне быть? Завтра мне 17, да, кем работать мне, чем заниматься? Вот я, ну, среди своих знакомых, как мне... Ну, конечно, конечно, такая профессия, у нас нет такой профессии, наверное, фермер, да? Фермер – это статус. Ты кто? Я фермер. Это же не профессиональное образование фермерства. Можно быть агрономом профессиональным. Не, ну, подожди, у нас есть же профессиональное образование с этой точки зрения. У нас есть... Агроном, зоотехник, жарновод. Институт, Академия Тимирязева, вот там, наверное, дают же. Ну, там же кого выращивают? Конкретно узких специалистов. Профессиональных, ну, узкого класса специалистов. А в данном случае все-таки ты как вот, ну... Фермер – это градообразующее лицо, да. Да-да-да-да, то есть ты под собой, да, ты как управляющий, в данном случае как владелец, ты, соответственно... С чем можно... Ну, извини за ассоциацию, я не хочу тебя обидеть, но можно с неким советским временем, вот, с колхозом сравнить то, чем ты сейчас занимаешься? Колхоза собственности не было. Ну, это юридические тонкости, я имею... А, это основополагающий момент. А, это основополагающий момент. Все вокруг ничейное, все вокруг... Да-да, все вокруг... Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Ничье. Мое там было. Ну, кто как тащил. Ну, я надеюсь, случай этой проблемы нет. Нет, у меня как раз... Я имею в виду, тащил, тащил. Тащил, да. У меня, чтобы тащили. Да нет, не на такие масштабы, чтобы я не заметил, если начнут тащить, там, каждая голова на счету. То есть, плохо ничего там не лежит у тебя? Нет, и все приклеено. Все, это правильно. Прибиты приклеены аккуратно. Ну, и люди такие подобраны, что... Сколько народу у тебя работает? 12 человек. 12 человек? 12, и в сезон приглашаем, там, дополнительно, например, в уборку картофеля, у нас месяц назад закончилось. Ну, тут еще там 5 человек приглашали. Синокосы еще 2-3 человек приглашаем. А так вот 12 человек по одному добавляется, может быть, там, раз в 2 месяца, когда необходимо что-то очередное новое, фишечку какую-нибудь запустить. Фишечку, это ты хорошо сейчас сказал. Весь бизнес фишечка. Да, да, да. Ну, как минимум, нет, нет, не то чтобы недостатка, нет проблемы, да, вот, если понадобится сезонный рабочий, ты всегда найдешь, где его взять. Огромная проблема. Огромная? Огромная проблема. Если я скажу, яму копать, да, это, наверное, не проблема. Никакой проблемы. То есть на яму найдешь народу? На яму найду, да. А вот закопать ее правильно, это уже проблема. То есть здесь уже надо квалифицированный копщик, да, с дипломом. Да, с закопщик. Да, с закопщик, со специальной лопатой, может быть, да. Персонал, это везде проблема, в любом бизнесе, куда ни посмотри, что тракторист, что менеджер по продажам, это везде огромная проблема. И у нас точно такая же проблема с персоналом, а когда нужно подбирать, если вот, ну, у нас по аналогии там с крупным бизнесом, если брать топ-менеджеров, да, подобрать, которые будут за бизнес как за свой переживать, то есть у нас там руководитель молочного цеха, руководитель мясного цеха и, в принципе, руководитель управляющей фермы, это такой топ-менеджмент для нас, да. Ну, безусловно. И подобрать его, ну, во-первых, нет профессиональных образований, как только человек приходит в молочный цех, а ему же нужно понимать, что не просто как там сварить ряженку, а как организовать процесс с тем, чтобы ряженка была сварена правильно, по нормам, еще и вовремя. И вот эта вот проблема бизнеса, она выплывает на поверхность в первую очередь. То есть опять мы, извини, вот эту тему сейчас коснулись и будем об этом говорить дальше. Профессиональное образование вот в твоей среде, в твоей отрасли, его нет, оно отсутствует. А я бы уточнил еще раз, профессиональное образование с точки зрения управленца, фермерским хозяйством, оно, наверное, есть. Потому что какая разница в профессиональном управляющем ферме управлять или заводом? Нужно понять бизнес-процессы и потом направить их в нужное русло. А вот специалистов по спецификациям нашим, молочное производство. Ну, вот, например, молочное производство. Они есть тоже, эти люди, есть. Есть где получить это образование? Есть, конечно. У нас и колледжи даже есть, которые готовят и среднее образование, и высшее образование. Другой вопрос, что все хотят ехать в деревню жить, причем жить, не работать и уезжать домой, а жить именно. А второе, что квалификация людей, которые выпускниками являются, их нужно сначала еще 3-4 года помытарить там по цехам у себя. Ну, это как всегда. У них практики нет сейчас, да, как в советской области? Наверное, где-то есть кто-то проходит, но иначе как-то становится профессионалом. Смотри, а вот я, ну, опять ситуацию моделирую, я пошел учиться, получить профессию, связанную с... Ну, зоотехникой. Как правильно, ну, давай зоотехникой. Я не предполагаю, что после этого я буду вынужден поехать куда-то в деревню и по профессии работать, жить, соответственно. Зачем я там эту профессию получаю? Ну, есть категория людей, которые идут учиться, лишь бы провести время или там от армии покосить, да. Есть, которые... Ну, я надеюсь, это небольшая все-таки категория, а то совсем печально. Ну, не знаю, там надо у министра образования спросить, сколько... Спросим у него. Ну, давай в следующий раз мы тебя и его пригласим в студию. На ферме, причем сразу. На ферме, да? Скажем, вот где мне брать кадров. Да, выездной сделаем программу, вот мы его там ткнем. А другой вопрос, что у нас любая профессия, она наполнена такими людьми, которые пересидели. Вроде он даже ходил, учился, диплом есть. Ну, сколько у нас непрофессиональных хирургов, непрофессиональных кого угодно. Ну, понятно. Менеджеров, ну, то же самое. Он выше, он знает, да, как выглядит молоко, знает его состав химический. Но практики у него нету и желания особого здесь работать тоже нет. Это беда. Беда во всех отношениях, во всех направлениях. Хорошо, давай еще есть несколько секунд у нас до новостей. И буквально два слова еще о своей жизни счастливой. О своей жизни счастливой. Но она непосредственно связана с семьей, естественно, в первую очередь. То есть твоя семья, сколько, собственно, у тебя близких? Жена, двое детей. Детей большие уже? Нет, одному шестой год, а девчоночке сейчас четыре месяца с небольшим. Да ты что, совсем недавно, я тебя поздравляю. Свеженький, новоиспеченный папаша еще раз. Да-да-да, молодец. Ну, это приходится разрываться семья и ферма. Ну, семья помогает тебе? Ну, как минимум, жена или сынишка? Ну, жена помогает своим даже присутствием в моей жизни. То, что от рады, да, жизнь такой. И дети также. Ну, приходится зачастую искать компромисс между время с семьей и время на ферме. Это обычная история. Женя, спасибо. Значит, мы сейчас слушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Итак, уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем сегодня обсуждать тему существования бизнеса под названием фер... Как правильно, Женя, вообще сказать об этом бизнесе? Как он называется? Ну, есть сейчас направление фермерских продуктов, да, в магазинах у нас деревенские продукты, фермерские, натуральные. Ну, давайте тогда фермерство, наверное, все-таки назовем. Фермерство, да? Бизнес под названием фермерство. Так вот, еще раз я проанонсирую. Сегодня мы говорим о бизнесе под названием фермерство. И в гостях у меня Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства Подворье Лукино. Женя, еще раз добрый день. Добрый вечер. Итак, собственно, мы услышали непосредственно о твоей, ну, извини, без уронии говоря, о твоей, ну, если не счастливой, то, по крайней мере, насыщенной, да, насыщенной, положительными во многом эмоциями жизни. А теперь, если позволишь, давай смотреть на эти вещи шире, с той точки зрения, что наши слушатели вот сейчас, да, воспринимают эту информацию на предмет того, а вообще, есть ли смысл мне, я сейчас от имени слушателя говорю, есть ли смысл мне попробовать этим заняться? Может, у кого-то есть такое желание, а осуществить его было сложно. Вот, с этой точки зрения, давай мы некие вехи основные. Ну, ты, собственно, тебе, я надеюсь, будет проще, потому что у тебя есть реальный пример собственной жизни, да, как вот к тебе, а, пришла эта мысль, б, с какими, ну, наверняка, препонами сразу-то, да, столкнулся, потому что нужно там было собственность оформлять, да, и каким-то юридическим, как у тебя юридическое лицо, кстати? ИП. ИП, вот, его надо регистрировать, а Росреестри я хочу напомнить тебе, да? Да, да, по-новому. Во-во-во-во, тут все взаимосвязано. Вот как выглядит вот эта страна? Ну, давайте сначала определим интересы слушателя в чем конкретно. Хочу профессиональный бизнес, нацеленный на прибыль, и как к нему подойти? Или я хочу сменить образ жизни, хочу уехать и зарабатывать фермерством, чтобы хватало на еду, там, на одежду. А это разные вещи? Это разные вещи. А ты на что ориентирован, кстати? На прибыль. Все же? Ну, давай тогда об этом говорим. Мне кажется, это звучит более благородно. Ну, бизнес все-таки. Да, бизнес класс, а не статус класс. Как это? Нет, вот вторая история, которую ты предложил, она могла бы звучать так. Я работаю за еду, да? Will walk for food. Точно. Значит, бизнес под названием фермерство должен начинаться не сразу. Он должен сначала, как, наверное, любой бизнес, прицелиться на то, что мы будем продавать, кому мы будем продавать, сколько продавать, в каком виде это будем продавать. Противное слово маркетинг, да, которое нужно провести маркетинговое исследование. Вот это, что ты будешь делать, оно начинает предвещать любой бизнес. Ну, окей, предположим, мы там не потратили полгода, решили, что мы будем продавать натуральные фермерские продукты. Для этого нам нужно стать владельцем фермерского хозяйства. Например, вот мы дошли до того, что мы не просто перекупщиками будем выступать, брать других произведенные и продавать. А вот будем производить, чтобы там где-то увеличить маржинальность, где-то отконтролировать процессы, чтобы видеть все. И до такой винг построить. Слушай, ты терминами сыплешь прям. Ну, так, а фермеры, они же не просто так появляются, они же сначала книжки его начитают. Вот, значит, идеальная структура бизнеса под названием фермерство выглядит следующим образом. У меня есть свои каналы реализации конечному потребителю, который платит конечную цену. У меня есть свой перевалочный, назовем так, пункт по фасовке, упаковке и, ну, логистический центр, правильно, да, где курьеры, откуда-то стартуют курьеры, где фасуются, упаковывается продукция, взвешивается, маркируется и так далее. У меня есть налаженная доставка с фермы до меня. У меня есть непосредственно производство, сама ферма, в которую там мы еще пройдем несколько подэтапов. Ну, и у меня есть возможность формировать спрос. То есть не просто канал продаж, вот я буду продавать через интернет, это канал продаж, да, кто его обеспечит. Ну, вот, предположим, есть там креативный директор, отдел продаж, есть люди, которые обзванивают, есть там сарафанное радио, которое нужно поддерживать и так далее, так далее. Вот есть такая служба маркетинга из бытов, так вот ее назовем, да. Извини, перебью, у тебя все это есть? Ну, это в двух лицах. Да, вот потому что я, ты так это все красиво рассказываешь, я сразу представляю огромные офисные здания из стекла и бетона, да. Вы все там сколько, 25 этажей, и там все это вот бегают, суетятся, трон-тон-тон, оказывается. А на 25 этаже как-то продукцию затащить. Ужас. Все гораздо менее лирично, ну, вот, предположим, что все, надстройка такая у нас есть по продаже, да, наверное, не самое сложное выстроить и логистику, сейчас уже многие это умеют делать, есть компании, которые помогают организовать логистику в Москве, там, на аутсорс берем и курьеров, и колл-центр, все это возможно организовать, не проблема, интернет-магазин создать тоже не проблема. Кстати, я слышал, ну, достаточно давно, вот, по поводу колл-центров вспоминаю, да, был сюжет, что человек, который отвечает на звонки телефонные, мне, вот, или тебе, как бизнесмену, для тебя точнее, находится где-нибудь в Индии или в Китае. Ну, может быть, такой есть, мы один раз всего в жизни пользуемся, в нашей бизнес-жизни пользовались колл-центром, когда нужно было обзвонить тех клиентов, в которых мы там месяц не получали весточки, там, порядка тысячи клиентов было таких. А что такое, они пропали куда-то? Ну, вот, почему-то перестали заказывать, нам нужно было выяснить, почему перестали, вот, мы нанимали услуги колл-центров, пользовались услугами, ну, да, быстро, но это в России, это вот они, в Подмосковье, ближайшие, там, 3 километра от Москвы. Ну, клиенты вернулись, я надеюсь? Не все, но, это так, ну, уповать на то, что все стоят постоянными клиентами, это, к сожалению, нереально. Постоянные клиенты, это хорошо? Это всегда хорошо. То есть это мечта? Постоянные клиенты, это всегда замечательно, они держат тебя в тонусе и не позволяют разменить. Я вспоминаю, кстати, один фильм какой-то старый, ну, еще в советские времена, приехала иностранка, пришла в гастроном, чуть ли вот не в этот наш знаменитый Елисеевский, села, значит, посреди, ну, такая, с палочкой старушка, типичная представительница загнивающего Запада. Вот, села, значит, на стульчик и стучит палочкой, там, пригласите управляющего, ну, в советский гастроном пришла, да, на нее все, естественно, смотрят, какой-то странный. Она говорит, если сейчас не придет ваш управляющий, я в ваш магазин больше не приду. Вы можете себе представить, да, что там эти тетки за прилавками расхохотались пальцами. Кидали ее сгущенкой. Вот, ну, вот все, надстройку мы сделали, городскую надстройку, теперь переходим к фермерской надстройке, даже не, базе, базе, да, фундаменту. Базис и надстройка, помнишь, политэкономию ты не учил, конечно. Учил, но очень скользкостью. 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 У нас в академии преподавало. Я глубоко погружался. Базис и надстройка. Да, да. Давай теперь о базисе. Базис, да, это ферма. Своё производство выбрать, построить с нуля, наверное, это... Невозможно. Это можно, я так практически, почти так делал. То есть ты с нуля практически. Я брал уже готовое хозяйство, строение, вернее, и организовывал в этом строение уже хозяйство непосредственно. А вот строить с нуля, наверное, я порекомендую тем, у кого есть дополнительный год-два на оформление всего этого дела. У кого этого нет дела и хотят запустить бизнес уже завтра, это нужно искать... Кстати, об оформлении, ты говоришь, год-два. Год-два. То есть бывает такое, что вот я принял решение, я хочу, да, мы сегодня послушали наш эфир, тебя послушали, всё. И я начинаю, затеял оформление, да, я ничего не могу делать, потому что мне надо оформиться сначала, да, и это затянется на два года. Ну, опять же, бизнес подразумевает юридический риск, если мы хотим без рисков идти, то сначала, наверное, всё-таки оформляемся. Ну, логично. Выбрать землю, там полгода потратить на её оформление, потом получить разрешение на строительство, построить, ввести в эксплуатацию, запустить скот, пройти все санпины, бла-бла-бла и ла-ла-ла. И вот это вот, наверное, где-то два года займёт. Опять же, зависит от масштаба производства, я говорю, в рамках своего производства. Ну, да, это круто. Это два гектара, застроенное постройками. Ну, два года где-то на это уйдёт. Если мы хотим завтра, то, ну, вариант А нелегальный, это мы строим, а потом мы вводим эксплуатацию, да, как множество объектов делается, а параллельно работаем. Вариант Б, это мы покупаем уже нечто готовое и его под себя подтёсываем уже. Либо это старое хозяйство, которых много уже продаётся, колхозные, вот эти все убитые, бетонные, да. Много таких примеров я наблюдаю и рядом с нами, и в России в целом. Но они, на твой взгляд, не особенно, да? Они хороши тем, что у них запас прочности ещё на 50 лет хватит этих бетонных строений. Они плохи тем, что они уже не ориентированы на те возможности, которые сейчас современные технологии предоставляют фермеру. Они здоровые, они холодные и так далее. Но, тем не менее, электричество, земля и какая-то крыша у вас уже есть. Ну, в этом случае можно, наверное, там и за 4 месяца оформить всю землю, все строения на себя, там, электричество как-то получить. Вот, вот этот базис мы сформировали, дальше мы, сформулировав то, что мы хотим производить, уже подбираем базис по сырью. То есть это коровы, это быки, это козы, это куры и так далее. То есть решаем, кого мы будем, собственно... Нет, мы уже решили, что мы продаём, мы же решили, что мы продаём яйцо, значит, нам нужен теперь кур. Здесь мы уже выбираем, каких мы кур будем покупать. Ну, можно обратиться к специализированным компаниям, к кубаториям, которые занимаются выращиванием. В принципе, почитать в книжке, это там 5 минут займет, чтобы выбрать самую яйценоскую, да, птицу, не проблема. Опять-таки, да, вот я хотел в этом, не проблема, выбрать, сделать не проблема. Сейчас и выбрать, и купить в Москве вообще никаких проблем, вообще в России не проблема. Вот, вот это важно. Это по птице, я сейчас пока говорю про птице. Дальше у нас там мелкий рогатый скот, бараны, козы. Проблема, уже проблема появляется. Первая проблема – качество стада, которое завозится. Ну, опять же, если вы хотите доработать долго, то вам нужна какая-то гарантия, что это стадо не больное ничем, что она имеет нормальную генетику, что она будет у вас расти и приумножаться. Основной поставщик у нас – это Северный Кавказ, баранов, овец. Можно завозить европейские, можно какие-то, наверное, европейские породы. Просто это вопрос уже в бюджете вашем. Козы – то же самое. Наверное, у нас есть в России несколько специализированных козьих ферм. Там можно в январе месяце прикупиться. Хорошо в январе, потому что в основном окоты происходят в январе. Не надо в месяце закупиться. А теперь доходим до крупного рогатого скота. Здесь возникает проблема. В общем-то, казалось бы, что основная продукция – это мясо и молоко. И реально это так. Молочное стадо сформировать достаточно сложно. Первая проблема – стоимости коровы составляет от 30 тысяч. У бабушки купить в деревне коровку-буренушку, которая там неизвестно каким отелом, до 120-200 тысяч за суперплем корову. Но кидаться туда не стоит, если у вас нет вообще хотя бы лет 5-7 опыта работы с этим стадом. Потому что это капризная машина. Это как все равно, что если у вас есть огромное количество денег, и вы хотите купить быстро машину, не надо покупать гоночный болид. Вы не сможете им управлять, правильно? Логично. Вы купите себе Мерседес, дорогущий, может быть, не такой дорогой, как болид, не за миллион долларов, а за 500 тысяч. Но вам нужно будет нажимать только на педаль и машина мчится вдаль. И машина мчится вдаль. А вот корова за 200 тысяч – это гоночный болид, которым нужно профессионально управлять. Поэтому мы ограничиваем на данный момент свой выбор. Мы в рамках истории про бизнес-фермерство ограничиваем наших слушателей покупкой коров до 100 тысяч. Это либо у бабушки мы покупаем за 30, либо 100 тысяч – это племенные коровы российского производства, либо западного, восточной Европы производства. Вот первая проблема – сформировать поголовье. Нам нужно, предположим, 50 голов, или 30 голов, или 20 голов, опять же, с исходами с бюджета и своих планов развития. Жень, давай сейчас послушаем новость, а потом продолжим разговор. Про коров. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства в подворье Велокино. Ну и, как вы наверняка уже поняли, мы обсуждаем идею существования бизнеса в России под названием фермерство. Так мы даже решили его назвать. Фермерство. Кстати, мой сегодняшний гость, ну, даже по разговору, да, ну, я могу сказать, даже по глазам видно, что он профессионал своего дела, но, к сожалению, только мне видно, понимаешь, слушателям этого не видно. Но они слышат, я уверен, они из твоих рассказов такой же вывод делают. Безусловно, ты профессионал. И продолжаем мы разговор о том, да, как выглядит вот становление этого фермерского хозяйства. Да, базис, формируем базис. Формируем базис, мы остановились на крупном рогатом скоте. В подборе крупного рогатого скота. Сформировать маленькое стадо в зрятии получится. Дело в том, что мы, когда приходим в компанию, занимающуюся поставками скота, им интересно возиться с 50-ми головами. Начинают в основном от 100 голов. Даже не в основном, а вот минимум, с которым мы стартуем. 100 голов, да, связано это с технической стороной вопроса. Их нужно где-то отстаивать, этих коров. Два месяца они проходят карантин, стоят отдельно. Там 20 коров никто для вас не будет отставлять. Да и везти потом скотовозку, нанимать, это такой еще долгий вопрос. Это перевезти, застраховать скотину. В общем, меньше 100 голов никто не берется. Значит, мы идем по хозяйствам, начинаем подбирать себе стадо. Там десяточек урвали, здесь пятерочка договорились. Но дело в том, что такой подход... Подожди, то есть мы-то, понятно, мы нас на 100 голов не тянем просто, да? Нет, на 100 голов нас просто не подпустят близко, меньше 100. Меньше, да, да. Меньше 100. И, соответственно, поскольку мы запланировали меньшее поголовье, да, мы начинаем... Да, из-за плана. Кусочками, да, вот то, что ты начинаешь. Начинаем рвать там полоскутам понемножку. Приходя в разные, скажем, не агрохолдинги, а другие фермерские хозяйства, просим продать 10 коров, естественно, нам продут в обраковку, или как там правильно у них называется, умно, варанжировка. То есть они отранжировали по удоям, и то, что поменьше, они отдают. А, ранжир, да, здесь слово ключевое, ранжир, варанжировка. Просто у меня созвучие есть в музыкальной, в музыке термин «аранжировка», знаешь, когда какую-то мелодию облекают в них, и там... Ну, тут немножко другое. Пяти и ватности, ну да, да, забавно. Вот, там продадут вот эту варанжировку, то есть у вас будет разноперстое стадо, которое не очень удобно в управлении, вы не знаете все болячки, откуда они, какой у них правильный возраст, кто у них там был, матери. Женя, извини, пожалуйста, вот о болячках, кстати, мы заговорили. Дело в том, что наш следующий, сейчас он на связи уже, да, у нас? Нас следующий гость, Даниил Каганович, санитарный врач фермерского проекта «Лавка-лавка». Давай мы с ним сейчас поговорим, я думаю, как раз эта тема будет ему близка. Даниил, вы слышите нас? Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, если не сложно, включитесь в нашу беседу. Значит, ваш коллега Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства «Подворье Лукино», сегодня у нас в студии. Он рассказывает, да, о всех перипетиях формирования этого бизнеса, мы назвали его «Фермерство». Есть такое слово, Даниил? Ну, а как же. Ну, а как же, хорошо. Он достаточно подробно и интересно рассказывает, как вот это все, бизнес в России можно затеять, затеять. Ну, я так понимаю, он сам это проходил непосредственно. Что вы скажете? А, и, кстати, мы вот о вас вспомнили как раз в момент, когда Женя рассказывает о формировании поголовья крупного рогатого скота и связанные с этим как раз проблемы, вот о чем мы говорили. Что неизвестно, что за стадо будет сформировано. Во-во-во. Какая у него перспектива развития этого стада. Да-да-да. То есть, насколько оно здорово? Вот что вы как профессионал по этому поводу можете добавить нам? Ну, я единственное могу сказать про наш, про как бы, про нашу компанию. Мы следим, чтобы все наши поставщики продукцию, которую нам поставляли, чтобы она имела все необходимые сопроводительные документы. Включая, естественно, ветеринарные свидетельства. То есть, мы очень большое внимание уделяем здоровью животных в данном случае. Ну, а ветеринарные свидетельства, оно гарантии какие-то дает? Если есть свидетельства, значит, все в порядке. Оно дает защиту нас, в первую очередь, от, скажем так, судебного разбирательства в случае каких-то неприятных обстоятельств. Естественно, мы живем в России и... И всяко может быть, да? Проблемы есть, да. Нет, а на самом деле очень хотелось бы, Данил, чтобы мы об этом заговорили. Ведь, смотрите, основная, ну, даже не основная, а одна из главных идей нашей программы, в принципе, да, мы говорим о бизнесе в России. И речь идет всегда о том, какой бы это ни был бизнес, вот эта ментальность наша, она во многом определяет, да, насколько легко развивать этот бизнес. Мы сравниваем, да, возможности, так сказать, за рубежом этого же бизнеса. И опять приходим к тому, что да, вот здесь вроде все точно так же, но поскольку мы живем в России многоточие, да, или двоеточие, точнее, и пошли перечисления. Ну, у нас может быть вот такая история, такая история. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы об этом все-таки сказали. Проблемы именно... Ну вот, если говорить конкретно о наших фермерах, то получилось так, что большинство наших фермеров, это в прошлом успешные бизнесмены, которым просто все надоело, и они решили заниматься там тем, что им нравится действительно. Они делают продукцию, начинали, как правило, ну, очень многие начинали для того, начинали с того, что просто хотели делать хорошую продукцию для своих детей там или родных. То есть они сами мотивированы для того, чтобы выпускать высококачественную продукцию, которая будет соответствовать всем требованиям, которые приняты в нашем государстве. Вот. И поэтому у нас не может быть такого, чтобы фермер прислал нам, там, я не знаю, молоко от больной коровы, там, или какую-нибудь там пухлую рыбу, там, или что-то подобное. То есть наш фермер самим это не нужно. Угу. Я понял. Ну, и сейчас говорите о наших фермерах, то есть о тех, с кем вы непосредственно работаете, да? Все-таки я хотел бы несколько шире, о наших, имея сюда российских фермерах. То есть, в принципе, возможно, так вот тоже, о чем вы говорили, да? Что будет рыба... Да, ну, нет, надо мотивировать, надо мотивировать, что у нас, опять же, если говорить о наших фермерах, то они учатся, там, если кто-то, например, вначале работать с нами не хотел, или, там, не придавал большого значения качеству продукта, то потом, когда они стали работать с нами, они уже начинают этому придавать большее значение, потому что им так с нами удобнее работать, потому что мы просто некачественную продукцию возвращаем. У нас есть такой закон, клиентский контроль качества, согласно которому любой покупатель наш может вернуть товар, если он ему не понравился. Угу. Если продукт будет откровенно ненадлежащего качества, он его, естественно, вернет, и эти уже расходы будут ложиться на фермера. Угу. Соответственно, им это не нужно. Поэтому, и поэтому тоже нам поставляют продукцию только качественно. Я понял. Хорошо. Тут вопрос такой, Даниил. Добрый день, так и не поздоровался. Добрый вечер, да. У меня вот тоже такой вот больной вопрос по поводу качества. Это такое промытое понятие, как любовь и мир, да? Вот качество продукта для потребителя – это в первую очередь внешний вид и запах этого. Он оценивает это так именно. Потом, когда готовят, это уже вкусовые качества этого продукта. Как быть с продуктом? Как нам понять? Вот мы говорим о эко-продуктах, натуральных продуктах. К сожалению, у нас нет пока сейчас четкой градации в России, что за продукт подлежит названию эко, а что за натуральное. И тем более фермерский продукт. Вимбельдан – это тоже фермерство в каком-то понимании. Вот если мы говорим о эко-сертификации, да, вот как мы можем гарантировать покупателю, что птица, которая он ест, она там не кушала ПК-5 Истринского комбикормового завода. Это же, вроде, с одной стороны, это безвредный такой комбикорм, но с другой стороны, он попадает, вот в вашем понимании, под эко-сертификацию. Он может называться эко-продуктом такой, такая птичка. А вы знаете, мы вводим, извините, я вас перебил немножечко, мы вводим свою систему сертификации сейчас, соответственно, и в трехступенчатую, и в каждой ступени будут включены определенные требования. Соответственно, если говорить о ферменской эко-продукте, то, естественно, эко-овощи и эко-мясо, птица, рыба и так далее, она имеет, как правило, не такой красивый вид, да, как продукты, которые у нас продаются в обычных магазинах. У нас очень часто бывает, что там у нас есть, например, суповые курицы, они откровенно синие. И люди, когда их покупают, говорят, о, господи, что вы мне продали? А мы начинаем объяснять, что вот этот натуральный продукт, что это специальная порода кур. Синяя, синяя порода, синяя птица. Синяя птица, да. Ну, она действительно синяя, потому что у нее жира нет, там через кожу просвечиваются мышцы. Вот, и когда люди понимают, что это действительно качественный продукт, то они берут и уже не переживают. А вот у меня вопрос больше со стороны производителя. Вот как мне убедить-то клиенту, я ему в уши налью все, что он хочет слышать. Я ему скажу, что синяя она, потому что она худая и бегала много. Не, синяя птица мне вариант, вот этот больше понравился. Да, а вот мне интересно действительно, как защитить интерес потребителя с точки зрения недобросовестного производителя. Вот я тоже произвожу птицу, и я могу сегодня ее покормить пшеницей за неделю до убоя. Она у меня будет желтенькая, пухленькая, красивенькая. А до этого два месяца я ее буду пичкать кумбикормом, хорошим кумбикормом на основе сои, шрота сои, который там выращен в Бразилии и неизвестно, откуда завезен. Я вас прекрасно понимаю. Вы знаете, я не знаю, сработает ли это в крупном бизнесе или в среднем, но вот к нашим фермерам все могут приехать просто в гости, посмотреть, как это все кормится и делается. Ну это все на уровне доверия мне вот такой. Доверие? Да, у нас основная политика компании это полная открытость. То есть фермер всегда, покупатель всегда может приехать к фермеру в гости, посмотреть, и даже если он хочет покупать дешевле, он может приехать к фермеру купить, собственно, за деньги, которые предлагает фермер. А вот тогда вот эта трехступенчатая эко-сертификация, она получается задает правила игры не с точки зрения европейского законодательства, что такое эко, а с точки зрения вашего собственного видения, как правильно расставить акценты над производителями, кого убрать не нужно, кого пригласить. Ну, третий, если говорить о нашей системе сертификации, то третья ступень, самая высокая, она не является органик в понимании европейцам, но является полным аналогом. То есть если наш фермер, который будет иметь наш стандарт лавки, третий, и захочет сертификации получить органик сертификат в одной из европейских компаний, то он может с них подойти, и он его однозначно получит. Но, тем не менее, вот эта трехступенчатая сертификация, это ваше ноу-хау, да, это ваше личное изобретение? Да, это наше ноу-хау. Это ваше ноу-хау. Ну, дай бог, Женя, есть еще вопросы к Даниилу? Даниил, да вопросов огромное количество, думаю, в рамках часа мы не уложимся. К сожалению, да. Это юридические вопросы, тонкости технические. Ну, дай бог, чтобы у нас сертификация была во благо, а не во вред, чтобы не получилась спекуляция, как это три года назад началось. Фермерские продукты, это подразумевалось чистый продукт, теперь фермерским продуктом торгуют все, кому не по поводу, и там абсолютно не то, чтобы вкладывается это понятие. Вот не хочется, чтобы на сертификацию начали спекулировать. Я не говорю про лавку, я говорю вообще, в принципе, про Россию. Сейчас будут говорить, что эко-сертификация выпустит лавка-лавка, Россию к сертификации, я захочу, выпущу. И человек будет теряться среди этих этикеток. Эко, био, натурально, мега, супер. Ну, кстати, таких примеров, да, и в других отраслях огромное количество. Даниил, спасибо огромное за то, что приняли. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Жень, ну, продолжим. Да. Я благодарю тебя, во-первых, ты выступил таким соведущим, да, важные вопросы поднимаешь. Это здорово. И осталось немножко времени до следующих новостей. Вот идея, точнее, проблемы сертификации, она существует? Все же, еще раз об этом. Да, сертификация, вот знаете, смотря что сертифицировать. Давайте исходить с того, что нужно клиенту, потребителю, покупателю. Ему нужен действительно честный продукт. Мне очень нравится понятие честный. Вот фермерский, фермерский, да, но я, как уже сказал, даже крупное фермерское хозяйство, оно фермерское, фермерское. Вот честный продукт здесь никак не наспекулируешь. Вот он честный по происхождению своему, что это птица, которая не на гормонах выращена, не за 30 дней, а что она действительно пожила свое, что она набрала своей природой данную массу, что она не переросла. И сертифицировать здесь, ну, а что это ее, что это сертификат даст? Вот ветосправки, которых коснулись, в принципе, это документ для ГАИшников, вот что, ГИБДДшников, да, которые останавливают меня, я им покажу, что я везу вот то, что мне разрешил ветврач вывозить из района. Все, ничего другого он не дает. У меня вчера был, к сожалению, такой печальный опыт. Я заказал 14 коров из одного хозяйства, проверили их на все болячки, в том числе и на лейкоз. Когда уже машина выехала, они приехали в ветстанцию свою, и ветврач звонит мне на мобильный и в ужасе кричит, что вы делаете? Я говорю, а что? Говорит, вы знаете, что вы из неблагополучного хозяйства везете? Я говорю, ну, я знаю, что у них есть лейкозная корова, но мы же своих проверили. Он говорит, да лейкоз, это же такая болезнь, это вы себе минус замедленного действия везете, она сегодня есть, завтра нет. Я говорю, вы можете мне запретить вывезти этих коров? Говорит, нет, я не могу запретить, я могу вас только предупредить. Я говорю, то есть вы дадите себе сопроводительные документы? Да, и тут в чем вопрос, получается. Да, мне дадут документ, но по телефону меня предупредят. Учти, тут все плохо. Это вот к вопросу о честности все-таки. Пришлось мне заворачивать, уже все, а я уже стоило подготовил. Пришлось завернуть. И вот честно, лейкозное, маститное молоко, за редкими патогенными случаями вы никогда не поймете. Клиенты, даже переработчик не поймет, если не будет брать анализы, какое оно, маститное, не маститное. Тут вопрос не в сертификации, а именно в честном подходе. Жень, мы сейчас еще раз послушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. Обсуждаем бизнес под названием фермерства. В гостях сегодня Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства подворья Лукино. Разговаривали мы в предыдущей части еще с одним нашим гостем по телефону. Это был Данил Каганович, директор системы экосертификации фермерского проекта Лавка-Лавка. Ну что ж, Жень, я надеюсь, ты рассказывал о неприятном казусе. Надеюсь, не все так плохо. В том плане, что ты проблему-то решил. Как я ее решил? Отказался от этих коров. И проблема осталась пока не шина. — То есть вопрос открытый, да. — Да, мы можем сказать. — Но тем не менее, вот я хотел бы на этом сейчас сосредоточиться. Действительно, получается так, что ни качество, ни количество сертификатов, тем не менее, качество продукции не гарантирует. — Даже никак не связано, я бы сказал. — Не связано. — То есть эта бумага, вот ты сравнил так достаточно метафорично, достаточно сравнил эту бумагу со справкой для гаишников. Он посмотрел, выдохнул. — Формально все признаки эко-продуктов могут быть соблюдены. Реально, кто его знает там. Вот то, что Даниил говорил, вот это очень правильно. Он говорит, что можно приехать и посмотреть. Другой вопрос, что, ну, опять же, приехали ко мне, ну, убрал я эти мешки с комбикормом, спрятал, да, ну, не буду я сегодня там делать прививки коровам. Не прививки, прививки всем коровам делаются. Обязательно в порядке уколы какие-то там бычкам, да, стимулирующие. Или не буду им витамины сегодня давать. А завтра все уехали, ну, я отдал. Какие проблемы-то им, все, не вопрос. Тут вот именно на доверие. И на доверие большое хозяйство не может существовать. Как только мы переваливаем за какую-то критическую массу, которая у каждого у нас своя, у нас вот 50 дойных голов мы для себя определили. Вот после этого начинается уже болезнь, которая там... — Болезнь роста. — Болезнь управления, болезнь роста, да, что мы уже не успеваем следить за каждой коровой. Да, легла на холодной или попала под сквозняк, застудилась, начинаем колоть там препараты нужные, ненужные. — То есть это в какой-то степени проблема глобализации, да, если смотреть вообще широко на мир. — Да, накормить людей всех качественным продуктом, а качественно, значит, натуральным. — Практически невозможно. — Нереально. Вообще не практически, а нереально. Поэтому, да, соглашусь с Даниилом. Только приехать, только посмотреть, а еще лучше пожить, как у нас вот можно приехать. Вот на месяц живи, участвуй в работе. Вот нам женщина звонила, говорила, я хочу переехать в деревню. Хочу попробовать на своей коже, что такое жизнь в деревне и как, зачем это едят. Я говорю, ну, подумаем, сейчас предложим какой-то вариант. Приедет, посмотрит. Ну, вот она заодно может сказать, вот какие у нас продукты, честные или нечестные. Являются ли они эко- или био- или натуральными. — Жень, смотри, еще вот, ну, собственно, мы продолжаем формировать базис, да, так мы это назвали с тобой. Остановились мы на крупном поголовье, крупном рогатом скоте. — На проблеме его подбора мы предполагаем, что вам удалось в каких-то хозяйствах договориться, набрали вы нужное вам поголовье. Это вот вы сформировали себе пул животных, пул работников, которые у вас будут работать. Это, наверное, первоочередная проблема при формировании базиса и надстройки. Если у вас есть люди, с которыми вам легко по жизни шагается в их бизнесе, то это хорошо, вам повезло. Если у вас есть сомнения по поводу человека, не берите его ни в коем случае. Не проверяйте его боем, так сказать. Очень сложно, нету какого-то рецепта. Вот тогда вот, если вот так, вот такой-то тест, а если он ответил на этот вопрос, тогда берите. Это вот индивидуальность, но это не характерная черта только фермерства. — Безусловно, это проблема кадров. — Проблема кадров существует. — Что еще про фермерство, ты хочешь сказать специфического? Да вот бизнеса рассматриваем как бизнес, но нет там какой-то специфики, которую бы там менеджер не поднял. У меня есть вот прекрасный друг, Константин, он работает в IT-сфере, но он пока вот формировался у меня понимание бизнеса, он мне очень активно помогал советами. И я понимаю, что вот на самом деле неважно, в какой ты сфере работаешь. Если ты понимаешь, как ты занимаешься бизнесом. — Он советами по поводу чего помогал? — По поводу всего. Как организовать курьеров, как организовать упаковщиков, как выбрать корову, как составить тест для тестирования там, не знаю, продавца и так далее, и так далее. Неважно, в какой ты сфере работаешь. Если говорить про именно какую-то глубокую специфику работы на фермерском хозяйстве, труд фермера, говорят, он неблагодарный, он очень благодарный, он внутренне подпитывается собственной удовлетворенностью того, что ты производишь что-то нужное клиенту, человеку, да, не клиенту, человеку. — Человеку, конечно. — Человеку, потому что банковские услуги, они тоже нужны. — Не, ну здесь я с тобой соглашусь, здесь все это можно потрогать руками, как это не банально звучит. — Понюхать и продать. Понюхать и продать. Советов каких-то, вот, давать, наверное, терпение людям, которые хотят это попробовать, и ни в коем случае не бросаться сразу, все, начинаем строить. Действительно, может быть, куда-то поехать, вплоть до того, чтобы поработать там трактористом, да хотя бы даже навоз поубирать лопатой, пока покружиться вокруг хозяйства, посмотреть, как это работает, задавать вопросы изнутри. Ну, то, что является хорошей практикой, масло-масляное, прохождение практики после учебы. Ты поучился на топ-менеджер, иди теперь на практику, там, полгода помаши лопатой, потом уже думай, нужно ли тебе это все. — В конце концов, поменять никогда не поздно, правильно? И, наверное, это будет поступком, потому что если ты будешь в какой-то степени насилие над собой совершать, да, дальнейшее все, свою жизнь, да, получил образование и нелюбимая работа, вот это все, конечно, ничего хорошего из этого не увидим. — Ну, нелюбимая, да, это хуже некуда. — Хуже некуда. — Я, кстати, вот еду, когда из Москвы утро, представляешь, так вот, три с половиной километра пробка в Москву, и я там в семь утра фантик такой выезжаю, еду в деревню к себе. — Я тебе завидую искренне, искренне завидую. — Обратно еду, все вот... — Все туда, а я обратно. — Все обратно из Москвы, а я в Москву. — В противоход, да, это нормально. Это хорошо. Жень, еще такая тема, важная тема, и опять-таки, наверное, не только для бизнеса под названием ферверство, но, поскольку мы об этом сегодня говорим, проверяющие органы, проверяющие, надзорные органы, да, их огромное количество, наверное, и насколько они мешают жить. — Нам, слава богу, не мешают. — Вам конкретно или в принципе... — Мне конкретно. Мне конкретно, почему? Потому что мы строили изначально бизнес именно на принципах юридической безопасности, а в это понятие мы вкладывали все, и защищенность земли, и защищенность объектов строительства, и защищенность вот этими необходимыми для проверяющих органов, ветсправками, ветудостоверениями и так далее. — То есть ты хочешь сказать, если ты, пользуясь твоей схемой, что ли, да, если вы изначально от всего подстраховались, то эта проблема вообще, проблема с надзорными органами не возникает. — Ну, потому что нужно качество не только задать тонну, но его еще и контролировать. — Поддерживать. — Поддерживать, да. У меня в цехах, я сам просто по натуре очень такой чистоплодный человек, я люблю, когда все чисто и аккуратно лежит, поэтому в цехах у меня не забалуешь, там каждый вечер проверка, и человек не уезжает в работу, пока он не отмыл последнее пятнышко на кафеле. А вопрос именно с сертифицирующими органами, они раз в три года приезжают. — Ну, раз в три года, это не раз в три дня все-таки, это нормально. — Да, то есть с точки зрения меня, как бизнесмена, мне очень удобно, с точки зрения потребителя, который не ведает, что раз в три года меня проверяют, он думает, о, классно, у него есть сертификат, значит, все варигут. А на самом деле все, может быть, не так радостно. — Ну да. — Ну вот, а вообще по-хорошему, конечно, было бы здорово, если бы нас проверяли не с точки зрения, пойдем посмотрим, что у них неправильно, а пойдем подскажем, как ему нужно сделать, чтобы было правильно. — Ну, это, на самом деле, общая проблема, согласись. Даже вот ГИБДДшников сегодня вспомнил. — Да. — Ведь он, да, стоит и ждет не потому, что... — С нарушения ждет. — Да, он ждет меня подловить, а потом вот известный... — И вот огромная проблема, к сожалению. Не знаю, это, наверное, не проблема тех людей, которые работают на местах, а проблема, в принципе, системы. Куда бы мы ни обратились, вот с юристом Дмитрием, мы везде вот ходили, мы везде людей подсказывали, что нужно делать. Мы приходим в сертифицирующие органы, мы им рассказываем, как проводить сертификацию. — А ты что? — Мы приходим в оформление земли, там, в кадастровую палату, мы приходим в реестр, еще куда-то. Мы начинаем рассказывать, как вот нужно делать. Потому что люди на местечко, вы знаете как, а вот у нас есть внутренняя ДСПшка, и все, и привет. — Нет, инструкция. — Инструкция для внутренней формии. — Как помнишь в этом фильме, инструкция какого-то там, 61-го года, но я еще никто не отменял. — Ну, наверное. А у них еще есть внутренние инструкции. И вот эти вот ребята, которые сидят там, люди пожилые или молодые, вот местечковая вот эта власть, она так затмевает немножко глаз людьми, и вот они все, вот закон не писан, и я буду вот судить так, как мне считается нужным. И тут большая проблема вот ходить по этим инстанциям и объяснять, тонно долбить. — Удается, вот ты пришел, я представляю себе вот этот маленький, да, это ее мирок, это ее жизнь, кабинетик. Она сидит, у нее, значит, эти папочки, тут какой-то стеллажик, она сидит, там у нее компьютер, наверное, уже сейчас стоит раньше, у нее там счеты лежат. И все, она в этом мире... Кто-то пришел со стороны, что-то начинает... — С Москвы, не со стороны, с Москвы. — С Москвы еще, да, понаехали, тем более с москвичей тут понаехали. — Все, и что-то, естественно, она как вот это вот, да, в скорлупку свою прыг, и все. — И тишина. — И тишина. Тебе удается ее достать оттуда? — Мы медленно достаем, объясняем. Действительно. И потом уже, когда они видят, что у нас не стоит задача хапнуть и убежать там, наказать, обругать как-то, они видят, что мы не такой, не хамло. — Да-да, ну что, кстати, да, тоже, наверное, с Москвы многие именно так приезжают. — Да, у нас изначально было, знаете, как вот темп жизни в Москве, а он все-таки, он знает такой... — Сумасшедший. — Слышь, там, ну что ты? — Да-да, давай быстрее, быстрее, давай быстрее. — Сколько там с меня? Давай, все, и побежали. А здесь другой подход. Тут нужно... Сначала мы так уткнулись в эту стенку, потом... Ага, понятно, значит, ну да, для них это совершенно нормально. Вот вы подали заявление, неделю подождите, и мы сначала как неделю, там время на минуты идет, какая неделя? А потом, неделя, очень хорошо, там, Ивана Ивановна, очень хорошо, все супер, классно, придем через неделю. А потом по телефончику на следение, ну там, Мария Ивановна, ну как там, ну там, ну завтра, ну... Ну ладно. — Сэкономили три дня. — Это, конечно, вот с одной стороны хорошо, да, что вот есть русский такой менталитет, там поближе познакомиться, с другой стороны, ну это... ну куда это годится? Ну, должно быть. Служба одного окна, она правильнее. — Безусловно. — Проблема есть. — Есть. — Проблема есть. Оформление не потому, что не хотят помогать, потому что не знают, как помочь или как тебе не мешать. Вот эта проблема есть. С проверяющими органами, слава богу, все хорошо, потому что изначально задали себе тон, держим удар крепко, надежно, тылы прикрываем со всех сторон. Поэтому, когда сами приходили, сдаваться, условно, с поднятым флагом, ребята, мы сейчас будем тут молочный продукт производить, скажите нам, что как построили. Они так удивляют. — Как? — Сами пришли. — Да. — Не дожидаясь вам, да? — Опа. — Нагрянем к вам. — Ну ладно, поехали посмотрим. — Жень, слушай, времени очень мало, к сожалению, и тем не менее вопрос, ну буквально два слова, если сможешь ответить. Вообще конкуренция жесткая на этом рынке сейчас. — Да почти нет. — В России. — Почти нет. Да даже я про Россию не могу сказать. Москва, да, концентрация бизнеса и его истоков, любая бизнес-идея практически, она сначала реализуется в Москве и потом уже отрабатывается в регионах. Концентрация сейчас очень низкая, при том, что хотя бы там порядка 15 магазинов являются представителями продавцов, которые называют себя фермерскими продуктами. — Ну ты так в кавычки это ставишь все же, да? — Да, потому что, ну я сам знаю, я поставляю в 5 магазинов, интернет-магазинов, которые продают там под своим логотипом эту продукцию. И я знаю, что это моя продукция. Вот они говорят всем остальным, что вот они сами фермеры, что они сами производят, что они ищут и так далее. Конкуренция низкая. — Ну это во благо тебе все же, да? Низкая конкуренция, с одной стороны. — Мне, конечно, во благо. И всем, кто участвует на этом рынке во благо. — А с другой стороны, да, отсутствие конкуренции дает возможность расслабиться, а это не всегда хорошо. — А тут, знаете, если напряжется конкуренция, что пойдет? Снижение себестоимости. Ну да, там не будет кто-то зарабатывать. — Ну и, соответственно, снижение качества, скорее всего. — Качество начнет шагать вниз. Поэтому палка двух концов. — Вот совет, да, покупателю конкретно. Вот хотите покупать, видеть, что вы едите, приезжайте, смотрите, как это производится. И причем не на полчаса, а приезжайте на день, на два дня. Поживите, посмотрите, поговорите. Там же попробуйте. Попробуйте участвуйте в процессе доения, приготовления. Вот это, наверное, единственное, будет под спорьем. А дальше уже, как совесть у производителя, заговорит, не заговорит. Будет он ваших детей кормить чем-то аллергенным, или он будет покупать в магазине и перепродавать. — Нет, мне очень близко вот это тоже, о чем идея ты сегодня. Честного продукта, да, говорил о совести, но как-то не очень верится в наше время. — А нельзя формализовать совесть. Она либо есть, либо нет. — К сожалению. — Хорошо, Жень, огромное спасибо. Уважаемый слушатель, мы заканчиваем программу. Еще раз напомню, в гостях сегодня был Евгений Кузык, основатель и владелец фермерского хозяйства в подворье Лукино. Мы поговорили о бизнесе под названием «Фервиса». Я тебе желаю огромных успехов в твоем нелегком труде. — Приезжайте всей командой. — Обязательно. Спасибо, всего хорошего, успехов. Спасибо.